МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгений Плохотин, здравствуйте. В начале, как всегда, о главных темах выпуска. Малый бизнес по-бийски. Программа самозанятости позволяет открывать новые рабочие места. К каждому скворцу по дворцу. Телеканал ОТН объявляет старт нового проекта. О нас узнали. Экспозиция Наукограда привлекает посетителей Интурмаркета. И об этом в начале выпуска. В эти дни в Москве проходит международная выставка Интурмаркет. В этом году в ярмарке принимают участие представители 148 стран. Наш регион представил самую масштабную экспозицию. На площади в тысячу квадратных метров весь туристический потенциал Алтайского края. За два дня с ним познакомились тысячи гостей из России и зарубежья. Выставку посетил и депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Он отметил, цитирую, «В этом году впервые на такой выставке представлен и производственный потенциал края, а именно производство Бийска, моего родного города. Здесь расположена продукция предприятия Алтайского биофармкластера, который базируется на предприятии Наукограда. Это лекарства, продукты для здорового питания, биологически активные добавки и лечебная косметика. У стенда огромное количество людей и посетители с удовольствием дегустируют продукцию. Приятно, что многие уже знают наши товары и очень хорошо их оценивают». Следует отметить, что стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2014» действительно пользуется большой популярностью. Посетителям интересно пройтись по улице Ремесленников, где можно самому изготовить, например, изделия из глины. Архиерейское подворье также привлекает внимание. Традиционно много гостей у стенда города-курорта Белокурихи. Гости пробуют на себе некоторые процедуры, например, сеанс фитобочки или массаж. 22 тысячи заболевших у РВИ за неделю. Такие данные сегодня озвучил Роспотребнадзор региона. Медики говорят, что это на 2,5% выше уровня предыдущей недели. В связи с этим карантинные мероприятия в крае продолжаются. Больше всего людей болеют гриппом, это 91%. Рост заболеваемости ОРВИ зарегистрировали в 13 административных территориях. В крае полностью приостановили учебный процесс в одной школе и 17 дошкольных учреждениях, частично в пяти школах и 28 детских садах. А вот в Бийске ситуация более благополучная. У нас работают все образовательные учреждения. Однако из-за карантина не учится один класс в 11 гимназии и по одной группе закрыты в двух детских садах – в 2 и в 86. Уровень с заболеваемостью ОРВИ в сравнении с прошлой неделей вырос на 12%. С 10 по 16 марта такой диагноз был поставлен 2136 бийчанам. Кроме того, на минувшей неделе выявлено четверо заболевших гриппом. Среди них трое детей. В городе действуют карантинные мероприятия, в том числе и масочный режим. Населению рекомендовано избегать мест массового скопления людей и чаще проветривать помещения. Из программистов-предпринимателей бывший безработный бийчанин благодаря службе занятости население открыл собственный бизнес. Детская парикмахерская пока единственная в нашем городе. Она пользуется большим спросом у маленьких клиентов. Кстати, у моего двухлетнего сына тоже. В секрете успеха разбиралась Ирина Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно парикмахер? Да, конечно. Шестилетний Саша Потехин словно пилот Формулы-1. Когда еще появится возможность посидеть за рулем гоночного болида, пусть и игрушечного. Но находится Саша не на скоростной трассе, а в парикмахерской. Первый в городе предназначен специально для детей. Открыть собственное дело бывший безработный Алексей Жданов решил год назад и не прогадал. Оказался первопроходцем. Поначалу было очень тяжело. Клиентов мало было. Все говорили, что не пойдет такая парикмахерская. Сейчас уже есть клиентская база. Основной возраст посетителей от года до восьми лет. С маленькими клиентами не каждый мастер сможет работать. Ответственность большая и подход особенный нужен. Первая сложность – надо просто иметь терпение. Потому что не все сидят спокойно, как мальчик. Бывает, что отвлекаются то на мультик, то на игрушки. Главное – иметь терпение. Незнайка занимает небольшое помещение, но зато находится в одном из крупнейших торговых центров города. Многие родители, отдав малышей в заботливые руки мастеров, спешат пройтись по магазину. Я узнала через друзей и знакомых, что здесь открылась парикмахерская. Пришли сюда, Саше понравилось. Здесь такая машинка, ему только машинку и сюда и надо. Только из-за этого и ходим. И стригут здесь хорошо. Раньше ходили в взрослую парикмахерскую, ему не нравилось. Сюда идем и с удовольствием ходят. Таких же креативных, энергичных и безработных молодых людей, как Алексей Жданов, в Бийске немало. Их стараются поддержать в центре занятости населения. В прошлом году при поддержке центра занятости населения была оказана государственная помощь 61 безработному гражданину и 17 гражданам из Бийского района. А в этом году финансовая помощь была оказана уже пяти безработным гражданам. Размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации составляет 58 800 рублей. Пока кто-то думает, как найти свое место в жизни, Алексей Жданов уже планирует расширять свой бизнес. К услугам добавить детский маникюр и аквагрим. А положительная оценка детей – самое лучшее подтверждение нужности твоей работы. Меня мама сюда приводит, мне здесь очень нравится. Ирина Попова, Алексей Мельков, Новости ОТН. Каждому скворцу по дворцу. Так называется новый проект общественного телевидения Наукограда. Мы приглашаем принять в нем участие всех жителей Бийска. От вас требуется только желание, фантазия и творческие способности. Первый шаг уже сделан. Компания «Гравилайн» передала нашей редакции вот такие замечательные скворечники. Наша фирма любит все креативное и необычное. Поэтому мы решили поучаствовать в этой акции и сделать скворечники, которые разрисуют дети. И потом впоследствии общественные телевидения Наукограда, с которыми мы рады сотрудничать, разрешивают их по городу, которые заселят скворцы, будут семьи, которые уже скоро прилетят. Скворцы прилетают на Алтае в конце марта. И сейчас самое время позаботиться о домиках для пернатых. В парках Наукограда скворечников явно недостаточно. Мы предлагаем вам проявить фантазию и создать не просто скворечники, а настоящие дворцы для птиц. Раскрашивайте, декорируйте, выжигайте. При этом не забывайте, что пернатых отпугивают яркие цвета и запахи. Авторы самых интересных работ будут уграждены подарками. Скворечники можно получить у нас в редакции по адресу. Улица Мухачева, 226, 2. Мы ждем вас каждый день в рабочее время. Чем раньше вы заберете скворечники, тем больше времени для работы у вас будет. Сдача готовых домиков 25 марта. В этом добром деле нас поддерживают. Общественная организация «Скажи жизни да» и «Территория развития». Сеть магазинов игрушек «Бегемотик» и компания «Гравилайн». Не успев получить дипломы, студенты уже знают, где они будут работать. День карьеры прошел в Академии образования имени Василия Шукшина. Выпускникам предложили вакансии учителей в школах Бийского образовательного округа. Подробности в нашем следующем материале. Студентка физико-математического факультета Академии образования Оксана Шкурихина только в июне будет защищать диплом. Но уже сегодня она знает, куда пойдет работать. Я хочу, как немногие ребята, к сожалению, в моей группе устроиться работать по специальности, уйти в школу. И прежде всего я хочу, ну, по желанию бы в деревню куда-нибудь уехать работать в школу. Я целенаправленно шла сюда учиться не для галочки, так сказать, да, а действительно получить эту профессию и в дальнейшем работать в школе. В этом году более 500 человек в Алтайской госакадемии образования имени Шукшина получат дипломы. К сожалению, далеко не все готовы ехать преподавать в деревню. Тем временем школы Алтайского края нуждаются в более тысячи педагогах разной специализации. Сейчас начинается достаточно горячая пора в каждой школе, когда начинается предварительная расстановка кадров. И мы понимаем, что с 1 сентября на определенные предметы, на определенные вакансии нам нужны будут молодые специалисты. Работу по трудоустройству у выпускников в Академии проводят постоянно. Созданный здесь кадровый центр организовывает так называемые дни карьеры. Вот и сегодня в зал пригласили потенциальных работодателей, чтобы представить им будущих специалистов, а студентов познакомить с имеющимися вакансиями, рассказать об условиях и о грантовой поддержке молодых специалистов. Мы пригласили представителей главного управления образованием молодежной политики Алтайского края, представителей управления образования города Биска, председателей районного комитета по образованию, директоров школ и, конечно, наши выпускники 2014 года. По губернаторской программе, выпускникам, которые выбирают работу в сельской малокомплектной школе, администрация региона выплачивает единовременное пособие. Такая поддержка осуществляется с 2011 года. Сегодня размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. В 2011 году с успехом окончила нашу родную академию, и выбор, в принципе, остался за школой. В 2011 году я начала работу в Шебалинской школе, и вот уже с третий год работаю и продолжаю работать с огромным интересом и удовольствием. В сельские малокомплектные школы в этом году требуется 15 специалистов. Четыре человека на дне карьеры уже заключили договоры и в сентябре выходят на работу. Однако еще 11 ставок остаются вакантны. Анна Матвейчук, Сергей Кузнецов, Новости ОТН. Первый блин не оказался комом. В городском дворце культуры состоялось прослушивание участников первого телевизионного вокального конкурса «Поющий город». Мы знали, что Бейс – город поющий, но, признаемся честно, были очень удивлены вокальными данными наших участников. Все они прошли во второй отборочный тур. Конкурсанты стали подходить задолго до назначенного времени. Пока наша команда подключала аппаратуру, настраивала звук и свет, участники «Поющего города» готовились к выступлению. Волнуетесь? Очень. Аж коленки трясутся. Почему? А не знаю, вроде бы и на сцене уже была, и все. Но такой вот решающий, такой серьезный, ответственный все-таки. Поэтому волнуюсь. Многие в этот день перешли со своей группой поддержки. Говорят, что так легче пережить волнение. Скажи, мама твоя, какая она? Красивая, умная. Ну, как ты считаешь, у мамы получится сегодня выступить? Вот я считаю, что да, на сто процентов. Потому что я свою маму очень люблю, и я уверен в ней. Вначале небольшой инструктаж. Как правильно встать, чтобы быть в фокусе и не выйти из кадра. И обязательное напутствие от организаторов конкурса. Вы у нас пионеры. Если вы не знаете, то я вам такой комплимент скажу. Вы самые смелые. Очень много сидят, поют на своих кухнях. Себя недооценивают. Поэтому наша задача вас привлекать, популяризировать эстрадную песню. Именно исполнение эстрадной песни было обязательным условием участия в конкурсе. Я лично к этому конкурсу отношусь с самой положительной стороны. Потому что он позволяет нам выйти из своих зон комфорта. Вроде бы оно хорошо. Я вроде в кафе. Своя зона комфорта. Все тут мои, все свои. Но чего-то все равно не хватает. Популярные и народные песни. Авторское и акапельное исполнение. Всего мы прослушали 16 претендентов на участие во втором туре. И для каждого нашлось в нем место. Всего несколько человек настолько удивили и потрясли. Которые к исполнительству вообще никакого отношения не имеют. Но то, что они исполняли, это было невероятно. Наш город замечательный, очень творческий. Поэтому, если расшифровывать как-то по иному аббревиатуру ОТН, то я бы расшифровал ее очень творческий наукоград. А теперь внимание всем, кто не успел подать заявку вовремя или только сейчас решил принять участие в конкурсе «Поющий город». Специально для вас мы организуем еще одно прослушивание 23 марта в 11 часов в городском дворце культуры. Справки по телефону 44 98 71. Покажи, на что ты способен и докажи. Бийск – поющий город. Ирина Попова, новости ОТН. Бийские кикбоксеры вновь стали лучшими на ринге. Во дворце культуры Бийского оливного завода прошла традиционная 20-я международная товарищеская встреча по кикбоксингу сборных Алтайского края и Казахстана. Она была посвящена памяти основателя спортивного клуба «Гренада» тренера Сергея Парина. В этом году Бийский турнир по кикбоксингу второй раз прошел на международном уровне. На ринге спортсмены Алтайского края встретились с представителями Казахстана. Огромная благодарность всем тем, кто поддерживает клуб «Гренада» материально, морально, духовно. Я еще раз желаю всем хорошего настроения, будьте здоровы и счастливы. От всей души желаем участникам соревнований крепкого здоровья, спортивной удачи и, конечно, успехов на этих соревнованиях. Алтайский край защищали спортсмены Избийска, Барнаула, Камнина-Абий и Республики Алтай. Казахстан представляли кикбоксеры из городов Шемкет, Семей, Павлодар, Абай, Усть-Каменогорск и Алмата. Всего состоялось 9 зрелищных поединков. В результате на пьедестал почета взошли кикбоксеры бейского спортивного клуба «Гренада». Бахрам Насиров, Сергей Карташов, Михаил Абдуразаков, Андрей Пелюгин. Каждый в своей возрастной и весовой группе. Все они воспитанники известного бейского тренера Павла Закускина. Также среди победителей Александр Шепеленко из Камнина-Абий отвоевали себе победы и казахские кикбоксеры. Ербалат Амантаев из города Семей, Бейбарыс Баурын-Жаулы из Абая и Саят Трусбеков из Алма-Аты. Среди женщин первенство одержала Юлия Сидорова из Барнаула. Уже в 20-й раз этот турнир посвящают памяти Сергея Апарина. Основатель школы кикбоксинга в Бейске трагически погиб от рук вооруженного бандита в 1994 году. Но дело его продолжается в достижениях уже не одного поколения ребят. «Мы помним его все и друзья, и воспитанники. И вот сегодня я встречаю Алексея Жукова, тоже когда-то занимался, и уже взрослый человек представитель правкома. Ту дорогу жизненную, которую дал Сергей Иванович, она благодатная. Вы знаете, мы пока будем живы, я думаю, мы будем проводить турнир». Ровно через год турнир по кикбоксингу вновь пройдет в Бейске. Организаторы рассчитывают не только сохранить международный статус, но и расширить географию участников. Дмитрий Дробышев, Сергей Дороских, Новости ОТН. Сейчас у нас традиционный звонок из села. Сегодня у нас на связи село Сухая Чемровка и Мария Башкатова. Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Рассказывайте, что нового в Сухой Чемровке? Главная новость в нашем селе – это весна. Все растаяло, дороги размыло, люди очень радостные и счастливые надели. Весенние куртки сняли в конце-то концов свои тяжелые зимние шубы и так далее. Детвора очень радостные бегают по улицам, плещутся в лужах. Ну, один, конечно, только недостаток, что немного размыло дороги, но ничего, мы надеемся, что скоро все высохнет и все будет чудесно. А еще у нас отремонтировали мост по дороге с остановки, и теперь можно до дома значительно сэкономить время пути. Так что это очень здорово, и я думаю, все очень рады. Ну, мы тоже рады за вас, и спасибо вам за звонок. Всего доброго. До свидания. А всем, кто хочет поделиться своими новостями со зрителями общественного телевидения «Наукограда», напоминаем, телефон нашей редакции 3308-95. Звоните, мы очень рады побеседовать с каждым. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди по традиции погода от народа. А мы с вами прощаемся. Не забывайте ждать вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете, на канале YouTube. Всего вам доброго и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok